Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Депутация и Матсоюз Зеленых и Крестьян, бывшая министр финансов и экономики Дана Рейзниц-Озу у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Прошла в пятницу конференция теневая экономика в Латвии. 15 июня это было. Как вы оцениваете, теневая экономика снизилась у нас или нет в рамках налоговой реформы, которая и вашим детищем и была главным на посту министра финансов? Есть разные анализы, разные расследования насчет теневой экономики. По системе Шнайдерса, которая очень хорошая система и мы можем себя сравнить с другими странами, у нас в последние 3-4 года снижается теневая экономика примерно на 1% из внутреннего валового продукта. Но параллельно есть у нас местные научные, это Саука, который проводит свой опрос каждый год и по его анализу показывает, что в прошлом году теневая экономика повысилась. То, что важно, что его анализ основан на опрос предпринимателей и это очень хорошо показывает, какой на данный момент является сантимент насчет теневой экономики. То есть видно, что у предпринимателей кажется, есть такое чувство, что теневая экономика повысилась. Но есть для этого, конечно, какие-то факторы. Например, они указывают, что нелегальная работа повысилась, что предприниматели принимают на работу людей нелегально. Но то, что мы видим, например, и в ресторанах реческих, что все-таки, наверное, в какой-то мере правда и есть. Там работают иногда люди из других странах и, скорее всего, и в части нелегально. Но это мы должны иметь в виду, то есть и политики, когда образовываем свою политику, что не только теневая экономика образует не только объективные факторы, но эмоциональное настроение предпринимателей. Но вот на ваш взгляд все-таки повысилась или понизилась? С одной стороны, есть два исследования, но вот вы со своей точки зрения как считаете? Мне все-таки кажется, что понизилась. Почему я говорю так? Потому что у нас развивается экономика и доход от налогов тоже каждый год повышается. Ну, например, в этом году в кассу попадает на примерно 400 миллионов больше, чем в предыдущем году. И доход от налогов растет быстрее, чем сама экономика. Если доходы растут быстрее, чем сама экономика, то логично видно, что экономика становится белее. Прозрачнее в том числе. Прозрачнее, да. Если вот про налоговую систему, глава СГД, служба государственных доходов, недавно у нее было интервью, одно из первых на русском языке, и она достаточно критично отозывалась от налоговой реформы, сказала, что у них неразбериха, и что у них сейчас проблемы с декларациями, с тем, что люди не могут понять, есть ли у них задолженность, нет, надо ли подавать эту декларацию или нет. Как вы к этой критике относитесь? Глава СГД недавно на своем посту, и поэтому понятно, что ей тоже надо разобраться, и как-то очень быстро надо было войти в свою работу во время таких больших перемен. То, что очень позитивно, что СГД с самого начала уже участвовали при разработке налоговой политики, и в каждом решении мы консультировались с СГД, смогут ли они внедрять это в жизнь. Потому что, конечно, если ты вводишь прогрессивную налоговую систему на рабочую силу, то это уже и предусматривает достаточно большую нагрузку и для администраторов налогов, то есть СГД. Практика показалась, что не все готовы, то есть были и трудности, и сложности со стороны бухгалтеров, со стороны рабочих, не все все поняли, и с другой стороны, и со стороны СГД. Но не только со стороны СГД, очень много ошибок было из-за того, что агентство социального обеспечения делало грубые ошибки, то есть больше 6 тысяч людей, пенсионеров, инвалидов и других социальных групп, по расчету их доходов были допущены ошибки, то есть если у человека в течение года повысились доходы, их информационная система вдвое посчитала доход. И как результат того, людям казалось, что они остались в долгу государству. То есть такие грубые ошибки, конечно, не должны были допускаться. Но когда, допустим, разрабатывалась налоговая реформа, разве не учитывается то, что такие ошибки могут быть, что это огромная система, что и человеческий фактор, и система, и все? То есть мы как бы не были готовы вообще к тому, что такие ошибки будут? Мы верили в то, что пройдет все гладенько? Конечно, всегда бывают ошибки. И чем больше перемены, чем больше реформы, тем больше возможностей ошибиться. Поэтому очень важно, и ни один проект нельзя внедрять в целом без ни одной ошибки. Но налоговая реформа, я бы сказала, одна, если даже не самая большая реформа, которую государство ввела в последние 20 лет даже, можно сказать. И я бы сказала, что даже имея в виду все те ошибки и сложности, и в целом можно сказать, что она внедрилась позитивно, и мы ожидаем хорошие результаты. Например, изменяя систему подоходного налога на предприятии, я считаю, что резко улучшится конкурентоспособность малого и среднего бизнеса, так как они не должны платить налог до тех пор, пока они инвестируют обратно в свое предприятие. То есть то, что сейчас происходит в Эстонии уже не первый год, получается? Да, и они не должны платить в аванс налог, который должны были платить раньше. То есть раньше было так, что если компания имела доход и заработок, то они уже должны были доплатить налог вперед, что, мне кажется, нелогично. И 20 лет об этом говорили, что надо изменить, но все-таки наконец-то получилось. Микропредприятия будут ликвидированы как статус? Я пока в политике не поддержу такую идею, потому что одна из задач и в рамке налоговой реформы была задача Министерства экономики, что они должны разработать новый хороший режим для малого бизнеса. Они этого не сделали, но пока это не сделано, пока нет лучших предложений для малого бизнеса, я считаю, что режим микропредприятий должен и остаться. Кришнин, конечно, раскритиковал вашу налоговую реформу, принятую прошлым Сеймом. Дэниел Павлюс, сопредседатель для развития ЗАО, тоже вашими реформами был недоволен. Все дружно налоговые долги вешают именно на вас, те, которые образовались. Как вот на самом деле обстоит дело? То есть, по большому счету, вас обвиняют в том, что те или иные инстанции допустили ошибки. Вот вы допускаете в том, что есть в этом и ваша вина? Или вы считаете, что вы все сделали грамотно, а там кто-то ошибся? Мы вместе работали с другими министрами правительства, в том числе с министрами единства. Если мы вспоминаем, то самые грубые ошибки появились в Министерстве благосостояния, то есть в министерстве, которое руководил нынешний министр финансов господин Рейрс. И самые большие проблемы, конечно, и появились из-за того, что внедрилась налоговая система, которая предусматривает прогрессивность на рабочую силу. Это тоже был аспект налоговой реформы, на которую настаивали как раз политики из единства. Ихние идеи были внедрены, потом появились проблемы. И, конечно, уже в другой позиции, в другом правительстве легче всего не исправлять ошибки, а искать, кто был виноват. Те политики, которые громко настаивают, что резко надо изменять налоговую систему, видно, что со своей стороны все оставляют на 2021 год. То есть громкие постулаты есть, но у самих я до сих пор не слышала ни одной хорошей идеи, как надо улучшить налоговую систему. То, что мы сделали, конечно, с трудностями, с ошибками, но мы резко снизили налог на рабочую силу. То есть это, мне кажется, важно для конкурентоспособности. Мы в целом поменяли и подоходный налог на предприятии, который поможет развиваться малому и среднему бизнесу. И нам все-таки удалось снизить теневую экономику. Вы говорите о том, что налоговая реформа достаточно удачно прошла и хорошо будет ее продолжать. При этом глава Кабмина говорит, что налоговую систему каждый год дергать нельзя, но вот эта налоговая система не очень хорошая, поэтому давайте мы все улучшим либо сейчас, либо к 2021 году. Но объективно, что нас ждет? Будут ли они продолжать вашу реформу или они будут менять все-таки что-то новое? Как я уже говорила, я не слышала хороших идей, как надо реформировать налоговую систему. Но это не значит, что они не будут введены. То, что важно, это, конечно, и обеспечить стабильность, потому что очень много мы работаем с организациями предпринимателей, и на что они настаивают, что стабильность не менее важна, чем конкурентоспособность налоговой системы. Если дергают, как вы говорите, налоговую систему каждый год, то это дает очень большую нестабильность для инвесторов, для развития бизнеса. Поэтому, мне кажется, очень неправильно, что даже если нынешнее правительство обещало, что не будет делать никаких изменений в налоговой системе, с другой стороны, опять-таки, собираются повышать, например, акциз на сладкие напитки, говорят и о других изменениях налоговой системы. Ну, один фактор, опять-таки, который отменился, но очень даже близко было к тому, что будет изменена система и здравоохранения, то есть платежа на здравоохранение, но вместо того, чтобы оставить систему неизменной и потом уже предлагать какие-то улучшения, министр здравоохранения отменил предыдущую систему, но не предложил ничего на месте. То есть, видно, что, может, и желание есть, но как-то возможности пятим партиям коалиции прийти к одному решению и работать вместе не получается. Мы, называйте, наушники примем звонок. У нас их много сегодня утром. Доброе утро. Доброе утро. Коротко попрошу. Слушаю вас внимательно, потому что я тот человек, который является работодателем. Конечно, отдельное спасибо, что там разобрались с налогом на прибыль, но меня только что проконсультировали своим бухгалтером. О каком снижении налогов на рабочую силу вы говорите? Я что-то не понимаю. Ничего. Ни по зарплате, ни по налогам на людей не уменьшилось. О чем речь? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я постараюсь объяснить. Какие были важнейшие изменения по налогам на рабочую силу. Мы снизили ставку подоходного налога на доход с 23% на 20% для того дохода, который не превышает 20 тысяч евро в год. И мы резко повысили необлагаемый минимум. Если раньше необлагаемый минимум был примерно 135 евро, то мы повысили его до 200 евро в прошлом году, 230 в этом году, и он еще будет повышаться в следующем году до 250 евро. Так что, ну, и просто всем рабочим, и тем, у которых дети, то есть люди, о которых вы, ну, заботитесь. А вот в налоговой системе, в налоговой реформе это было заложено, что вот небольшие изменения каждый год, да? Это там, например, повышение на акции, на алкоголь, тот же топливо, необлагаемый минимум. И вот первая волна была в этом году, критики. Ожидаете ли вы, что в следующем году, когда опять какие-то изменения будут, опять вспомнят про вас налоговую реформу, и опять какая-то критика будет? Возможно, я вспомню, как я говорю, если вы как политик внедряете большие реформы, то надо рассчитывать на то, что, ну, очень мало будет таких людей, которые вас похвалят. Скорее всего, будут найдены ошибки, и вы как политик будете критикованы. Но то, на что я тоже надеюсь, что мы увидели, что самые большие проблемы возникли по поводу введения системы на прогрессивные ставки, на подоходный налог. То есть с администрацией были сложности. Я считаю, что все-таки и СГД, и социальное агентство, они в течение этого года уже должны, ну, как бы, корректировать все недостатки своей администрации, и в следующем году уже ошибок не должно быть. Но то, что еще ожидается, да, и в следующем году дальнейшее снижение дохода, то есть налога на рабочую силу, и постепенное, то есть повышение акциза на топливо и алкоголь. Вы сами сказали, что, да, политики, которые принимают какие-то решения, они, как правило, критику вызывают, особенно в первое время. И, в общем-то, выборы показали это, что партия, которая была главной, можно сказать, главной министерства и постпремьер-министра на выборах, вы оказались теперь в оппозиции, и выборы в Евросоюз, которые тоже, я думаю, что ставки, возможно, делались, но не хватило чуть-чуть. Хотя 5-процентный барьер был, перешагнули вы его. Вы вот так по-человечески рады, что вы в Евросоюз, в Европарламент не уезжаете, там, и от семьи в том числе. Ну, знаете, в политике, так же, как в жизни, все циклично. То есть и наверх, и вниз, и зеленые христиане не первый раз работают в оппозиции. Так что иногда даже полезно поработать в оппозиции для того, чтобы как-то потренировать свои мышцы, политические мышцы, и не расслабиться. По поводу Европейского парламента, я, конечно, я с подсветкой. Если я борюсь за что-то, всегда хочется выиграть, в этом случае чуть-чуть не хватило. Но, с другой стороны, тоже понятно, что мы у нас, то есть стартовая позиция, как политическая сила была очень, ну, шаткая, шаткая, да, не самая-самая лучшая. Но будем продолжать работу здесь с любовью, с энергией и с инициативой. Вообще, то, что вы не прошли в Европарламент, как-то повлияло или, может быть, повлияет на вашу карьеру здесь? То есть, я не знаю, может быть, внутренняя конкуренция растет, может быть, градус доверия падает. То есть, вот как этот результат выборов в Европарламент сейчас кажется на вашей карьере здесь? Я думаю, что позитивно, так как в течение предвыборной кампании у меня тоже была возможность, ну, сделать, как я называю, roadshow. То есть, я очень много с вами встречалась с нашими избирателями, с нашими членами партии в регионах. И эта работа, которая, я вижу, должна быть продолжена, так как я считаю, что, ну, частично на... То есть, поддержка не хватила нашей партии из-за того, что не было достаточной работы с нашими людьми. То есть, если кабинет министров, руководство партии что-то делает, и особенно, если внедряет большие реформы, не объясняя своим, то есть, избирателям и своим членам партии, то, конечно, связь в какой-то момент теряется. Я думаю, что мы в какой-то момент и потеряли связь со своими избирателями. Но эту работу будем продолжать. И я считаю, что, и я думаю, и надеюсь, что то, что в последней социологии, ну, зеленые христианы уже показывают достаточно большой и позитивный результат, показывают, что доверие нашей политической силы возвращается частично, я думаю, из-за того, что совместная работа тоже, ну, как-то более активизируется. И, в принципе, все политические силы, когда находятся в оппозиции, у них есть время для домашней работы, если можно так сказать, можно привести свой дом в порядок, то есть, свои партии и работать с внутренней системой. Ну, если бы, например, не выборы в Европарламент, например, или если бы тот факт, что вы не баллотировались в Европарламент, вы бы так и не начали общение с тем, скажем, с вашим избирателем? То есть, не для абсурда в том, что Союз Зеленых и Крестьян с теми самыми крестьянами не сильно-то и коммуницирует? Или у вас это регулярно происходит? Вы, не знаю, там, раз в год едете на периферию, выясняете, чем живет вот народ? Конечно, ну, не раз в год, даже чаще, но, например, я являюсь членом партии христиан, то есть, партии Союза Христиан только несколько месяцев, то есть, с начала этого года. И с первых дней я, как и обещала себе, в основном себе, что я буду встречаться со всеми избирателями и нашими людьми в регионах, так и я, как начала, и продолжаю после выборов. Вот оппозиция, это действительно такая, ну, возможно, выгодная позиция, прошу за тавтологию, когда критикуют власть, и вы были и по ту сторону, и теперь по эту. Часто ли вам на сегодняшний день, будучи депутатом Сейма, приходится голосовать или не поддерживать те инициативы, которые во время вашего нахождения в коалиции, возможно, вы бы проголосовали по-другому? Потому что есть, в частности, по поводу гастарбайтеров, да, вы сказали о том, что вы с тяжелым сердцем поддерживали эту инициативу, потому что понимали, что так надо. Не часто получается голосовать против инициатив нынешнего правительства, потому что очень мало инициатив, то есть это различает нынешнее правительство с предыдущих, но что уже несколько месяцев прошло, но так мы не видим активной работы. То есть есть какие-то отдельные вопросы, но, в принципе, такого порядка дня, в принципе, не чувствуется. Все основные вопросы правительство оставляет на 2021 год. То есть не знаю, почему не могут найти общий язык, или просто хотят все отложить, надеясь, что все-таки, может быть, и избиратель что-то забудет, потому что есть обещания, которые, ну, можно сказать, даже нереальные. Мы были, например, 500-500-500 программы или отменение ОИК, которое уже обещалось с начала этого года. Но то, что, мне кажется, тоже важно, что мы, как оппозиция, то есть у нас не очень много депутатов и зеленых христиан, но все министры все-таки были избраны, и то, что мы можем предложить более качественную и профессиональную работу, чем обычно мы привыкли по сравнению, то есть с следующим временем, как работает оппозиция. Например, в течение разработки бюджета мы написали 6 новых законопроектов и предложили не только наше мнение о том, где надо тратить финансирование, но и показали возможные ресурсы. Этого обычная оппозиция не делает, то есть всегда наказывает на средства, на непредусмотренные расходы или просто дает задачу правительству найти финансирование. То, что, мне кажется, не очень позитивно, что правительство и позиции даже не рассматривает предложения оппозиции, даже если они обещали, что если будут разумные предложения, что они будут качественно анализированы и продвинуты. Ну, в принципе, мы чувствовали себя особенно в разработке бюджета, но сегодня не менее, что мы как бы всегда говорим с собой, то есть смотря в зеркале, то есть дебаты все в парламенте, ну, я бы сказала, громким, можно назвать громким монологом оппозиции. А вот по поводу того, что громкий голос не слышен, когда вы были в этой, ну, то есть вы сейчас почувствовали себя на месте той оппозиции, когда вы были в коалиции. Вы думали, что вот, возможно, надо было здесь прислушаться, возможно, надо было здесь прислушаться? Ну, наверное, да, но я бы сказала, что больше по форме, чем по содержанию, потому что мне все-таки казалось, что, ну, может, просто казалось, что мы, ну, даже если не поддержали какие-то инициативы, старались объяснить и аргументировать, почему это не делается. Когда просто говорят «нет», без аргументов, ну, это немножко странно. Вы сказали, что сейчас меньше инициатив, и вот это меньше работы. Означает ли это, что сократилось количество часов, в которые депутаты работают? Потому что, например, раньше там было на повестке дня 20 вопросов за вот один четверг, да, надо было решать, а теперь там 2-3 вопроса. Да, я бы сказала, что последние заседания, парламентские заседания все-таки достаточно активные, интенсивные и длинные, так как уже заканчивается почти сезонный, все хотят успеть, но начало этого года было очень такое, то есть в парламенте менее активным. Но, с другой стороны, есть возможность больше встречаться с избирателями и накопить новые идеи для того, чтобы их продвигать уже в следующем сезоне. Звоните нам, если у вас еще такая возможность, 672-12-93-9, 672-13-93-9, и номер нашего WhatsApp, тоже я не назвала с самого начала, 2-3-0-6-1-9-1. Да, а вы, например, скажем, сами можете назвать какие-то, не знаю, ваши решения, которые были действительно провальными? То есть вот сказать, да, вот здесь вот я ошиблась. Вы все время и хотите о ошибках говорить. Ну, потому что, во-первых, мы на ошибках учимся, во-вторых, их никто не избегает, а в-третьих, иногда ошибки довольно дорого стоят. Я бы сказала, что, ну, есть так, я в шахматы играю, шахматами занимаюсь, и обычно нам учат, и хорошие шахматисты знают, что не надо открывать больше фронтов, чем ты можешь защищать. То есть нужно поднимать столько, сколько ты можешь снести. И если бы я еще раз делала налоговую реформу, то, наверное, бы не делала ее такой широкой. То есть начала, например, с подоходным налогом на предприятии, сделала бы это, и потом уже только, может, внедрали другие изменения. Потому что, с одной стороны, конечно, можно принять решение, делать политику, но если, ну, той инструмент администрации не тянет, то потом уже, получается, и ошибки, и, ну, как бы, осадок остается. Остается, да. Вот когда был скандал с выборами нового главы СГД, Марий Скученский заявил, что против вас ведется целенаправленная кампания. И вот сейчас прошло какое-то время, там, чуть-чуть больше года. Как, на ваш взгляд, действительно ли это была там какая-то целенаправленная кампания? Как вы это преодолели? Как сейчас обстоят дела? Ну, это было не по поводу избирания нового главы СГД. Новая глава СГД, когда избирается всегда, нужно рассчитывать на большую оппозицию, так как это очень интересный пост, и все политические силы хотят иметь влияние на организацию. Но я бы сказала, что очень активная кампания была проведена в течение реформы финансового сектора, когда мы резко снизили объем очень рискованных клиентов в финансовом секторе, когда мы начали, ну, те мероприятия, которые нацелены на больше контроля, на качественное регулирование финансового сектора, тогда мы увидели, что и против меня, и против правительства в общем была организована очень такая общая, то есть активная кампания. Ну вот, например, в сентябре прошлого года глава комиссии рынка финансов и капитала Петер Испутинч заявил, что за полгода борьбы за оздоровление финансового рынка Латвию страну покинули полтора миллиарда евро. Это такое странное оздоровление, это как отрезать руку, чтобы спасти пациента, или это нормально, что полтора миллиарда евро мы недополучаем? То есть какая сейчас вообще ситуация в этой сфере, и что это за оздоровление финансового рынка, как оно будет двигаться дальше? Нормально то, что наш финансовый сектор отказывается от клиентов высокого риска, если финансовый сектор сам не может справиться с контролем таких клиентов. Если они не могут объяснить, откуда деньги приходят, куда они уходят, кто является настоящим собственником, какой имеется бизнес этих клиентов, то это ненормально. Это наверняка тогда означает то, что такие средства являются негального исхождения. Если мы пропускаем такое финансирование через свою страну, через свой финансовый сектор, даже если некоторые банки имеют прибыль, все остальные, и вы, и в общем общество за это платит, потому что нашу страну воспринимают как страну большого риска, и другой финансовый сектор повышает цену обслуживания и работы с нами. Мы можем позволить себе отказаться от таких вкладов, то есть не зависит от этих денег? Может быть, мы могли бы стать другими Каймановыми островами, зажили бы здесь? Мы должны отказаться от рисковых денег, потому что это не только ставит нашу экономику на нестабильные основы, но и я считаю, что это один из факторов обороны, то есть не обороны, но безопасности. Мы знаем, как черные деньги могут влиять и на выборов, и на исхождение выборов. Мне кажется, опыт и в США, и в других европейских странах показал. Я считаю, что мы не должны быть той страной, которая помогает поддерживать нестабильность в Европейском Союзе. То есть это защита от российских денег? В основном. От нелегальных российских денег, потому что российские деньги нужны и здесь, как инвестиции, но мы должны быть убеждены, откуда эти деньги исходят. Если про ФКТК начали эту тему, тоже один из пунктов. До 1 августа было принято решение предложить компенсацию главе ФКТК, если он до 1 августа служит своей полномочия. И вообще вот вся эта ситуация с ФКТК, как-то она так в тени проходит, но это ведь очень важная вещь, потому что именно ФКТК отвечает за надзор за банками. Это главный надзирательный орган. Что там сейчас происходит? Вы как такой взгляд изнутри, может быть, оценку? Правительство не довольна работой ФКТК, регулятора, но то, что, мне кажется, сделали специальный закон для того, чтобы можно было избавиться от руководящих членов Совета ФКТК с помощью большой компенсации. Если они сами добровольно уйдут с 1 августа, то им выплатят 80% с готовой ставки, то есть вместе и руководитель, и его заместитель получат примерно 150 тысяч евро как компенсацию ЭПТОМ и, кажется, неприличным предложением. Легальная взятка. Если ты, как правительство, не довольна руководством, ты должна указывать на недостатки, и нынешний закон предусматривает способ изменения в Совете. Но если ты хочешь избавиться от руководителей, таким образом можно с вами согласиться, что это, мне кажется, даже не очень легально. А как вам кажется, это будет принято? Уже приняли. Уже приняли закон, и правительство ждет решения президента. Надевайте наушники, у нас звонки по двум линиям. Постараемся их принять. Попрошу очень коротко задавать свои вопросы, чтобы было время ответить. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что интересного гостя пригласили. Вопрос очень простой. Почему у нас такие непривлекательные налоги и вообще системы учета налогов с инвестиционного капитала? Именно с активов. Инвестиционное золото, акции, дивиденды и так далее. Вы знаете, это абсурд доходит. У нас местные пункты приема инвестиционного золота просят паспорта, учет и так далее. В Эстонию едешь, там до 20 тысяч вообще никакого учета. Спасибо. Спасибо. Да, это вопрос регулятора ФКТК. Они делают в основном политику регулирования контроля инвестиционного капитала, но частично можно это объяснить тем, что и в этих сферах мы должны внедрять регулирование для контроля по отмыванию денег и финансированию терроризма. Контролей наверняка не станут меньше, но то, что можно обслужить лучше и найти все-таки какой-то способ снижения бюрократии, я согласна. Надевайте наушники еще один звонок. Примим. Доброе утро. Доброе утро. Хотел бы в гости спросить два вопроса. Первый вопрос. Она упомянула, как грязные деньги очень влияют на выборы в Америке и в Европе. Хотелось бы подробнее, не просто голословно, а по фактам, где в такой стране, как российские деньги грязные были, влияли на выборы. Второй вопрос по поводу штата Делавер, который является массовой офшорной зоной. И по поводу Америки, Соединенных Штатов, которые спокойно регистрируют компании, принимают деньги, такие компании с неизвестным происхождением. То есть, почему одним можно, а другим нельзя. Вот не задается ли бы латвийское государство таким вопросом. Я не буду комментировать отдельные признаки влияния на результаты выборов. Этим можно, если человек активно сидит в публичной сфере комментариев, можно видеть. Но то, что мы должны тоже понять, что мы не являемся офшорной зоной, мы являемся страной Европейского Союза и еврозоной. Если мы хотим использовать и доллар США, и евро как способ, или как финансовый инструмент, мы должны считаться с теми международными требованиями, которые нам устанавливает финансовый сектор и регулирование. То есть, пока мы являемся страной Европейского Союза, все-таки и еврозоны, все-таки мы должны следить теми законами, о которых согласились эти страны, поддерживающие валюту. Нам пора уже заканчивать, наверное, последний вопрос по поводу акцизного налога. Вот мы во второй части сегодня будем обсуждать эту тему со слушателями нашими. Хотелось бы ваше мнение тоже услышать, как вы считаете, как Латвии сейчас следовало бы себя повести, шаг сделать? Я считаю, что мы не должны бежать за Эстонию, так как Эстония может даже правильно делать, что отменяет дальнейший рост налога на акциз. Они очень много потеряли из-за того, что слишком резко повысили налог. Но я думаю, что если мы хотим поддерживать своих производителей, мы должны продолжать снижать налог на рабочую силу, не на акциз. Если мы будем в дальнейшем как-то следовать этой борьбе по снижению акциза, это уже сделает такую ситуацию, что сложнее будет снизить те налоги, которые больше всего влияют на конкурентные способности наших производителей. Вы за всеми вашими регалиями, депутатством и министерствами вы руководили и прочее, вы в первую очередь, наверное, шахматистка все-таки. И в последнее время все чаще об этом слышно и видно, в том числе на Фейсбуке, в вашем Инстаграме, в какой вы сейчас позиции будете ли вы играть за Латвию, входить в сборную, или вы уже в качестве наблюдателя такого звездного игрока, который приходит и мотивирует, возможно, вдохновляет молодых. Я в основном все-таки политика, шахматы, это моя любовь, очень важная часть моей жизни. Я до сих пор являюсь лидером нашей сборной, вот лето буду проводить и на тренировках, и в Латвии в этом году будет проводиться очень большое мероприятие, Гран-при с 11 по 25 июля в Латвию приедут самые сильнейшие шахматисты мира, кроме самого Карлсана Магнуса, все остальные будут бороться за возможность играть с ним. Если будет возможность, я осенью этого года с нашей командой буду участвовать на чемпионаты команды Европы. И до тех пор и сама буду учиться, и, как вы говорите, вдохновлять молодежь, играя в игру симультанной, и участвовать в местных турнирах. Спасибо, нам пора заканчивать на сегодня. Депутат Сейма от Союза Зеленых Христин, бывшая министра финансов, Дана Рязна Циозова была у нас в гостях. Спасибо вам, что пришли.